Ребята, всем привет! Добрались мы до ядерного, точнее водородного двигателя. Вот он. Это тот двигатель, который мы будем ставить на самолёт-долголёт. Уже всю личку мне закидали комментами, когда будет этот самолёт. Видите, процесс идёт. Сегодня будут испытания водородной установки. Вот оно, подключение водорода. Сделано всё по фэн-шую. Сам баллон находится снаружи. Пару слов, может расскажешь, что это? Да, расскажу. Это топливная ячейка, которую показывали в предыдущих видео. Китайского производства. 250 ватт краткосрочная мощность, 200 ватт долгосрочная мощность. Это испытывали в течение 40 часов, работала нормально. Как она работает? Сюда поступает водород. Там есть пластины графит, покрытые платиной. И между ним находится так называемая протонопроницаемая мембрана. Которая в наше время, одна из самых дорогих элементов, выпускает компания DuPont. И как бы она главная на этом рынке. То есть половина этой мембраны. Там квадратный сантиметр, там около 100 долларов стоит. Но это всё собрано. Водород продувается с одной стороны. С другой подаётся воздух, образовываются пары воды и вырабатывается электричество. КПД системы, ну как заявляют китайцы, там около 70 процентов. Если просчитывать по весу водорода и т.д. где-то 60-65 процентов получается. Что вполне неплохо. Так как водород, ну довольно таки, у него 120 с чем-то мега джоулей на килограмм. Правда килограммов мало. Но всё равно получается, мы просчитывали относительно литий-ионных батарей. В 4-5 раз бы больше энергоэффективность на килограмм. Но есть конечно некоторые сложности с обвязкой. Вот пришлось сделать данное устройство. Это повышающий преобразователь. Он должен работать с буферной батареей. Потому что на взлёт 200 ватт нам не хватит. Вот сейчас будет первое испытание. Его проверяли естественно на блоках питания и т.д. Но сейчас будем проверять. Надеюсь не спалим. Это самодельная, ребята. То есть разработанная, сделанная. Всё полностью с нуля. А эта батарея может выдать 1,5 киловатта спокойно. На взлёт хватит. Ну а дальше надо её как-то заряжать будет именно с помощью вот этого. Чтобы всё это вместе с двигателем всё работает. А вот двигатель 1,5 киловатта. Он успешно выдаёт. Я до сих пор не верю. Сейчас можем проверить. Только надо прикрутить к столу. Потому что удержать его такое себе. Развлечение очень страшно. Всё трясётся, всё вибрирует. Лица все знакомые. Будем сейчас всё испытывать. Прикрутили к столу. Сейчас будем проверять какую выдаёт мощность. Я немножко ошибся. С этой круткой винта он не выдаёт 1,5 киловатта. Он выдаёт немножко поменьше. Может 1,2 киловатта. Пропеллер серьёзный. Ты стол прикрутил надёжно? Стол вообще не прикручен. В смысле это? Да. Оно туда дует. Да. Ага. Не в ту. Что? Дует? Да. А в какую должен быть туда? В смысле не в ту? Всё правильно. Вот сюда дует. Сюда и должен быть. Ну вот можно так и работать. Звук нормальный. Ну давай. Занёй чуть-чуть. Так что на всю будем давать? Ну давай. Что так сильно? Ого как. А давай с той стороны ставлю как дует. Ну давай. Чуть не издуло меня. Стеклоткань разлетелась, это кварцевая. Не волнуйся, ты от нее быстрее попрешь, от нее высокотемпературная. Пусть уляжется на улицу. Хорошо дует, а тяга есть? Тягу сейчас будешь пробовать, да, смотри. Понятно, что нашу эту трендычалку разгонит на таком этом, что взлетит она. Да, она и на меньшем взлетала. Это экстремальный вариант. Ставим на заряд. Я на самом деле никогда еще напряжение не подавал. Ты нашел где стоить. Самое безопасное место. Самое в мире безопасное место. Ничего не должно быть, максимум сгорит что-то. Погнали. Все подключилось. Сейчас пойдем запускать водород. На улицу? Да. То есть сам баллон все-таки не простой? Да, щетки из чего-то он там какой-то надо почитать. Может металл специфический, чтоб не охрупчивался и не пропускало. Ну вот, у нас все солидно. У нас правильный баллон под водород, правильного зеленого цвета. Редуктор под водород. Не просто так. А, это в Линдо покупали. Линдо ГАЗ. Очень прикольная контора на самом деле. У них самый чистый аргон. Так, загудела эта вещь. Что это нам говорит? Мотор на минимум стоит, он в любом случае не будет ничего выдавать. Дим, ну надо накручивать, чтобы работать. Не-не-не, я смотрю на этот водород. Сильно много. Итак, друзья, давайте повнимательнее рассмотрим водородную топливную ячейку и разберемся, как же она работает. Значит, вот сюда приходит водород с уличного баллона, там 150 бар. Приходит он на этот коллектор и дальше он должен заходить опять же со сбросом давления. То есть практически до атмосферного, совсем небольшое давление сюда заходит водородную топливную ячейку. Вот обратите внимание, какая конструкция. Сверху некая стеклопластиковая фрезерованная пластина с ребрами жесткости. Стянуто всё это дело нержавеющими шпильками. Снизу тоже такая пластина. Ну а между графитовые пластины получается, между которыми уже сама протон проницаемая мембрана. Она что делает? Она только атомы водорода пропускает, а кислорода не пропускает через себя. Настолько как бы мелкая, можно сказать, сетка. Но там уже какие-то квантовые эффекты происходят на самом деле, там не так всё просто. И по итогу этой реакции пропускания у нас на выходе выделяется водяной пар, который стравливается через этот клапан. При попытке запуска, если не стравить вот это избыточное давление, то есть там уже нет никакого водорода, остались лишь пары. Если их не стравить, не впустить свежую порцию водорода точнее, то модуль не заработает. И опять же в процессе работы нужно постоянно стравливать, чтобы заходила новая партия водорода. Тогда система работает, выделяется электроэнергия вот до 250 ватт. Но мы остановились на том, что 200 ватт будем использовать. Обратите внимание, что нет пока никакой батареи, а батарея нужна. Вот этот модуль как раз таки завязывает и батарею дополнительную для мощностного режима и топливную ячейку. Чтобы мы могли на взлёте дать много мощности, вот в такой конфигурации с таким пропеллером где-то до 1,3 киловатта мы можем давать. И там я не знаю сколько, наверное килограмм 6-7 тяги, я уже даже не замерял. Очень много тяги, всё будет весело, хорошо взлетать. А полёт мы будем поддерживать 200 ватт, которые постоянно выделяются из этой топливной ячейки. Ну что ж, подключаем. Для этого всего лишь надо открыть краник вот этот. Может быть придется сбросить давление с клапана. Открыл, всё зашумело, всё подключилось, ребята. И ещё один нюанс. В процессе работы мембраны прогреваются, начинает идти теплый воздух. Система стабилизируется, начинает хорошо отдавать мощность стабильно и всё работает. Просадка напряжения, ну вот видите сейчас в холостую ничего не работает и получается 17,2 вольта у нас. Вентиляторы работают, видите, 28 ватт потребляют. Когда мы начнем добавлять газ, вот кстати сбросил клапан только что, был пшик. У нас мощность повышается потребляемая, а напряжение падает. И вот смотрите, до 200 ватт я догоняю. Вот так, например. И напряжение 12 вольт у нас в итоге. Такая вот просадка, ребята. Но на регулятор оборотов не идёт никакой просадки. Здесь напряжение входное стабилизируется вот этими мозгами. Это у нас центральное звено нашей системы. Клапан стравливает слышно. При стравливании загорается лампочка. То есть она сигнализирует, что идёт стравливание и подача новой порции водорода. О, тёпленький воздух пошёл. Здесь по-прежнему 200 ватт. Интересно, сколько оно на том баллоне может работать? Ты не подсчитывал? Слушай, ну дня 4, наверное, больше. В том большом, на 40 литрах. Дня 3 точно будет работать. А который мы в самолёт поставим, он 40 часов 200 ватт. А сколько литров там? Там, не помню, 6 с половиной, но 310 бар. Я, кстати, проверял, бары все на месте. 300 бар там не просочились. Нет, не просочилась. Может охрупчится баллон, но надеемся, что не охрупчится. Вот так, ребята, работает система. И может работать очень долго. А если мы подключим батарейку, то можем уже газовать по полной. Делать взлётный режим. Но надо ещё предусмотреть какой-то некий модуль, который будет эту батарейку подзаряжать в процессе. Это уже отдельный модуль надо сделать. И тогда будет ещё и подзарядка батарейки, потому что она очень маленькая и быстро высадится. Но зато мощная. Вывозит любые нагрузки. Даже избыточно мощная. Сейчас подключим. Через такой же power-метр и посмотрим, что происходит, когда мы больше нагрузку, чем 200 ватт даем. Там полторы тысячи будет, две тысячи баксов. Я уже не помню. Сейчас подешевле. Я пытался найти нечто подобное. Но там даже маленькое. Вот такое на 10 ватт или на 5 ватт. По 30-50 тысяч. Видно ты ещё дешево взял. Её изготавливали под заказ. Какая-то контора китайская. Она стоила бы подушку. Здесь не из дешёвых, ребята. Видите, около 2000 долларов. Сейчас думаю, что подешевле уже. Но надо смотреть. Может и подорожало. Кто его знает. Подсоединили уже два power-метра. Этот показывает всё, что относится к топливной ячейке. Этот то, что относится к батарейке. Здесь мы уже всё протестировали. Давайте посмотрим, на каких ваттах будет включаться именно батарейка. Когда начнёт двигатель тянуть с батареей. Я хочу сказать, что по идее я этого ещё не тестировал. Но мы сейчас должны увидеть, что он всё равно часть должен продолжать тянуть с топливной ячейки. И что не хватает с батареей. Вот в этом вся должна быть прелесть. Я надеюсь, что он так будет работать. Сейчас мы это узнаем. Это было бы неплохо. Чтобы он всё равно тянул часть отсюда. Всё, скомпоновал рядом. Нижняя это батарейка, ребята. Верхняя это топливная ячейка. Погнали! Резко, если поддаю, начинает с батарейки брать. Потом устаканивается. Правильно, идёт просадка. Сколько? 170 ватт. С батареи не берёт ничего пока. Иногда пытается. Что-то ему там не нравится. До 11 ватт подпушивает. 220 ватт. Берёт с топливной ячейки. С батареей тоже пока особо не берёт. Урывками какими-то. Так, значит на больше 230 ватт начало с батареей брать. Всё? Не всё. Немножко берёт отсюда. 70 ватт. 180 вот здесь. 70 отсюда. Немножко берёт. Не 200. Видите? Немножко берёт. Вот на всю сейчас дам. Возвращаю обратно. 140 ватт. Опять здесь по нолям. А здесь берёт. У чипа есть. Вот на чём он сделан. На техас инструмент. У него есть ограничение потоку. Он просто не может себя киловатты пропустить. Он киловатты как-то там по-другому пропускает вот это всё. А тут сколько может короче. Иначе пришлось бы городить очень ну массивные дросселя. Ну и вот то, что вот какие-то киловатты пошли. Для него это не страшно? Нет, нет, нет. Он через что их вообще там переключает? Нет, нормально, нормально. Это надо у разработчиков его спросить. Я прям сильно не вникал. Ну вот так она и работает, ребята. Видите, всё убрал, снял нагрузку. Она продолжает работать, пока не выработает водородик. Это если закрыть. Да, кран закрыли. Она ещё работает. Она продолжает работать. Сейчас будет всё меньше, меньше, меньше вольт. На остатках работает. Всё потухло, но продолжает с батарейки тянуть. Это очень хорошо для безопасности полёта. Вдруг там с ней что-то случится, мы всё равно на батарее сесть сможем. Ну что ж, друзья, телепортнулась водородная топливная ячейка ко мне в мастерскую. Лежит уже на фюзеляже самолёта и готовится к установке. Всё это дело нужно внедрить в самолёт, поставить баллон. Кстати, здесь по-прежнему 300 атмосфер водорода. Весит он, правда, много. 5 килограмм. А водорода в нём где-то грамм 100-200. То есть очень много лишнего веса, но никуда от этого не денешься. Нужно устанавливать. Сама ячейка, я взвесил, где-то килограмм весит. Нужно её ещё пооблегчать. То есть будут какие-то работы по облегчению. Как я вижу, можно что-то придумать с этими шпильками нержавеющими. Их здесь довольно-таки много. Они длинные и скорее всего много весят. Может на алюминиевые заменить? Ну а может не трогать, посмотрим. В любом случае надо облегчить клапан перепускной. Он здесь не особо, скажем так, силовую роль играет. Можно заменить на более лёгкий. Также нужно что-то придумать с редуктором. То есть работы, друзья, работы довольно-таки много. Буду ставить вот что-то типа этого. Это редуктор низкого давления. Он даже не регулируется никак. Главное, чтобы он был качественный и он будет годами работать. Правда остаются вопросы, как такой редуктор будет взаимодействовать с водородом. Вот тут, конечно, большие вопросы к нему. Но посмотрим. Ещё нужно поменять на самолёте приёмник на дальнобойный. Всё уже куплено. Это довольно-таки быстрая процедура. Не то что внедрение всей системы. И сделать тележку для запуска. Прикупил колёсики. Смотрите, дутики какие. Ух! Можно будет вообще избавиться от этого колеса. Посадку можно прямо на пузико осуществлять. Ну а взлёт с некой тележки. Потому что с этого одного моноколеса тяжело запускать. Нужен специально обученный человек Олежка. Без Олежки такой самолёт воздух не поднять. Он просто знает, как ловить баланс, как вовремя бороться с ветром там и так далее. Поэтому решил сделать тележку с двух колёс, которая будет отпадать и придавать на взлёте некую устойчивость, чтобы можно было самому взлетать. Ну а на этом всё, ребята. Кому интересно посмотреть, что будет дальше, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Ориентировочно где-то в конце августа либо осенью буду запускать, ибо очень жарко сейчас. Дело серьёзное. Всё-таки самолёт на водороде не каждый день создают. Ребята, на этом всё. Всем пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова